всем привет меня зовут алексей красиков и сегодня мы поговорим о важной теме это дисморфофобии и расстройство пищевого поведения буквально не так давно я отвел персональную консультацию и клиент задал мне вопрос все ли у меня нормально с победы с питанием если у меня расстройство пищевого поведения и вообще попросил рассказать о том какие есть критерии для того чтобы понять что какая то есть проблема ведь многие из нас занимаются спортом многие из нас занимаются фитнес-клубах многие из нас сидят на диетах или увеличивают мышечную массу или худеют и понять где есть невротическая проблема а где есть условная нормальная история это не всем дается легко потому что с точки зрения одного подхода к расстройствам пищевого поведения любое желание изменить свою фигуру любое желание дополнить себя как-то уже априори является как бы неправильно поэтому я поделюсь своим наблюдением своим мнением и можно с ним дискутировать напишите в комментариях что вы думаете по этому поводу с удовольствием почитаю вашу аргументацию но в данном ролике я поделюсь именно своим опытом поскольку по второму образованию я еще персональный тренер по фитнесу я сам раньше выступал и готовил ребятам мальчиков и девочек к фитнес-бикини и к мэнс физик то в общем то есть большой опыт работы со спортсменами большой опыт работы с людьми которые приходят в фитнес-клуб по разного рода мотивациям плюс 15-летний опыт работы психотерапевтом в общем-то психологом-психотерапевтом дают возможность сделать некоторое такое умозаключение значит давайте я не буду сейчас вдаваться в сложность вопросов психиатрического диагностического момента дисморфофобия дисморфомания там расстройство пищевого поведения нервная булимия нервная анорексия все это в сентябре эльмир марат нагиреева представит в нашей школе в большом курсе мы сейчас говорим про другое как понять что есть норма что есть не норма давайте по простому поймем следующее есть три основных момент причем он свойственный как для мужчин так и для женщин я буду приводить примеры двух гендеров чтобы вам было проще возьмем девочку и мальчика вариант 1 значит девочка смотрит на свою грудь она объективно симметричная она объективно пропорциональная ее телу она объективно нормальная с точки зрения формы эстетики всего но то же самое касается носа или молодой человек смотрит на свое тело и там все объективно хорошо в концепции рост вес мышечная масса но и молодой человек и девочка смотрит на это нормальные объективные вещи и говорит нет урод и вот здесь есть первый класс патологии и тут мы можем говорить о том что действительно психотерапевтическая помощь возможно понадобится и врачи хирурги косметологические косметологические хирурги да они косметические вы поняли в общем да а пластические хирурги они это прекрасно знают и по правилам если они не видят нарушения анатомического пропорционального и там эстетического общего профиля то они рекомендуют сначала обратиться к психотерапевту а потом уже думать про операцию потому что объективных показаний к хирургии нет в таком случае но есть психологическая проблема есть вариант номер два это когда мальчика девочка смотрят на себя в зеркало и говорит мне надо лучше мне надо больше мне нужно третий размер груди 6 8 губы больше губы больше или парень смотрится мне нужен бицепс больше хуй больше на это больше это больше машина больше и это второй класс патологии до когда человек пытается довести себя до некого идеала довести себя до некого такого все больше и лучше и больше и лучше и это тоже требует психотерапевтического а порой психиатрического подхода а потому что именно там нарциссические проблемы там анорексические проблемы там булимические проблемы и так далее и тому подобное вот именно те самые истинные серьезные пограничные раздревества личности и есть третья классификация третья так сказать категория и это тогда когда человек смотрит на свою грудь и девочка например говорит вот мне бы двушечку полную каплевидно и было бы вот вообще идеально и я бы тогда бы чувствовал себя бы уверенней я бы тогда чувствовал бы себя гораздо более полноценный вот единичка у нее и вот прям вот тут вот маловато да скажем так или парень смотрит на себя и горит вот вот буквально там 58 килограмм мышечной массы или там по рельеф не чуть-чуть мне больше не надо я был бы поуверенней без футболки без рубашки был бы поуверенней вообще в контакте с девушками и девушка ведь я была бы поуверенней там без лифака в контакте с мужчиной и вот тогда когда она делает себе каплевидную двушечку парень немножечко становится более спортивен более подтянут и дальше он занимается просто для своего здоровья дальше она занимается фитнесом для своего здоровья не для того чтобы быть какой-то идеальный не для того чтобы быть какой-то правильный чтобы ее любили за ее жопу и ноги и чтобы его любили за его бицепса просто для здоровья просто для общей эстетики для себя для своего какого-то внутреннего процесса вот тогда мы можем сказать что это более адекватная история потому что действительно тогда девочка делает себе 2 плюс и она чувствует себя увереннее и гештальт закрывается и жизнью становится качество жизни гораздо лучше мальчик чувствует себя увереннее с точки зрения вот более альти атлетичного тела и если это делает его лучше великолепно но и последний момент я уже об этом начал говорить по поводу адекватности главное что вы должны себе понять если вы хотите заниматься спортом если вы хотите идти в спортзал и приносите в это желание здоровья с точки зрения выносливости с точки зрения гибкости с точки зрения просто общей для себя общего здорового подхода да да и вы чувствуете себя лучше тогда это позитивный прогноз если вы хотите себя менять для того чтобы у вас любили для того чтобы вы себя принимали только таким для того чтобы вы были очень уверены если у вас вот так вот все идеально и много и красиво вот тогда это звонок о том что вам требуется психотерапевтическая поддержка не то чтобы больной да или больная а потому что мотивация любить меня можно только при определенных условиях является достаточно такой тревожный скажем так надеюсь вам стало чуть более понятно а если есть вопросы запи напишите в комментариях ну и приходите к нам в школу мы вам все подробно расскажем расскажем про расстройство пищевого поведения ваш алексей красиков школа эмоционального интеллекта и психотерапии не канал невроза мегаполис до встречи